Я приветствую всех зрителей своего канала. Сегодня у нас виртуальная выставка живописи. Перед вами находится пейзаж. Все эти работы были написаны московскими художниками. И жители мегаполиса, они обожают природу, им не хватает ее, и поэтому они с огромной любовью изображают даже каждый колосок. Такая вот работа безумно интересна. Все оттенки природы, багет подобран идеально к палитре. И здесь сочетаются зеленый, синий и оттенки сена. Чтобы перезагрузиться, можно посмотреть на картину и представить себя там. И попытаться почувствовать ветер, запах травы, запах природы. Вот такая воздушная работа. Еще одна работа. Здесь уже зима, на елочках снег и на полях тоже снег. И такие картины, где много синего цвета, где много снега, они охлаждают и успокаивают. Можно тоже подойти к такой работе и остыть во всех смыслах. И здесь лаконичный багет. Такие багеты подходят для современного интерьера, особенно где много белого, где много серого цвета. Другая работа, наоборот, согревает. Здесь невероятный закат, как будто небо розовое, как будто в небе огонь над водой. Безумно красивый закат. Сейчас погода пасмурная, поэтому такие работы, они заряжают какой-то энергией. И здесь тоже природа, луг и справа лес. И лаконичный золотистый багет. Вообще, мне кажется, закаты и рассветы это что-то невероятное, когда солнце в течение нескольких минут заходит за горизонт. Следующая работа это сельский зимний пейзаж. Тоже багет, он соответствует палитре полотна. И такая картина, она освежает, она охлаждает. И я всегда мечтала жить в деревне, но судьба распорядилась иначе. И эта мысль меня не покидает. И поэтому, где изображена сельская местность и деревянные домики, меня всегда такие работы трогают. Дальше за стеклом изображена птичка. Крыло, но плохо видно. Дальше полуобнаженная натура. Дальше изображена обнаженная натура. От комментариев я воздержусь, но вы можете поставить паузу, если вам нравятся такие работы. Еще одна обнаженная девушка. И мой фаворит на сегодня это безумно красивая сельская местность, где в маленьких замках живут люди. Такие деревеньки встречаются во Франции, в Испании. Я когда такое вижу, я схожу с ума от восторга, потому что это потрясающе красиво, как люди живут в таких маленьких замках. И на следующей работе изображены крыши какого-то города. Меня всегда приводит в восторг сочетание архитектуры и природы на одном полотне. И эта работа мне безумно понравилась. Но у меня есть фаворит. Это работа Никаса Сафронова, которая у меня вызывает восторг. Здесь невероятным образом сочетается нежность и яркость. И эта картина заряжает позитивом. И после этой работы, а здесь тоже такие крыши кирпичного цвета, после этой работы никакие крыши меня не вдохновляют так сильно, как и эта работа. Безумно красивая картина, где сочетается нежность и яркость. Вообще крайне редко и крайне сложно сочетается вместе нежность и яркость. А ему это удалось. Вот это вот мой фаворит. И после этого никакие крыши домов меня уже не трогают. И вот такая вот у нас сегодня получилась виртуальная экскурсия по картинной галерее. Я сняла для вас пейзажи. Никого не было на выставке. И я достала телефон и быстро все сфотографировала. Обожаю зимний пейзаж. Обожаю деревенский, сельский пейзаж. Люблю архитектуру в живописи. Я надеюсь, что вам было интересно. Я вас всех благодарю за внимание. Желаю вам всего самого-самого доброго. Пока-пока.